27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою родину. На этой неделе наша съемочная группа побывала в детском саду Нальмаз Аллока-Шихабль и встретилась с одной из воспитательниц, а именно с Роситой Бореевой. И первый наш вопрос был, как давно она работает в этой сфере. Я работаю воспитательней больше 20 лет. Пришла очень молодая, думала, что после окончания учебы я все знала. Когда я пришла и зашла в группу к детям, я, конечно, сперва испугалась. Неделю я приходила знакомиться с детьми, напарницей, которая будет со мной работать в этой группе. Как бы адаптировалась тоже. Но она мне очень хорошо помогла адаптаться с детьми. Не то, чтобы я не знала бы, как бы занять или с детьми чем заняться. Но когда ты уже начинаешь работать и уже ты понимаешь, что это ответственность лежит полностью на тебе, ты как-то в первое время можешь и растерять. Ну, я растерялась, конечно. Но октава Рима была в этой группе, она мне очень помогла в этот период. На вопрос о выборе профессии воспитатель отвечает однозначно. Может быть и банально будет звучать, потому что я в детстве любила преподавать, но это на самом деле так. Я считаю, что я реализовала свою мечту. Я всегда учила своих младших сестер, своих одноклассниц. Если мы часто собирались у меня дома, мы постоянно играли тоже самое, в школу играли. Мне нравилось очень учить кого-то, ну детей в смысле. И я к этому как бы шла еще с детства. И я никогда, ни один день не пожалела, что выбрала именно эту профессию. Потому что с этими детьми ты каждый день что-то новое приобретаешь для себя. Они тоже, не только ты их учишь, они и тебя учат. Они что-то новое каждый день преподносят тебе интересное. Мы вообще-то всю жизнь учимся. Какие приметы осени знаете? Здесь у тебя теплые края и холодно. Джамиля, хорошо. Джамиля, какие приметы ты еще знаешь? Листя, вода. Хорошо, еще? Надевать теплую воду. Хорошо. Самира, что ты знаешь про осень? Солнце светит мало. И становится холодно. Хорошо. Что такое осень? Давайте. Что такое осень? Это листья желтые. Что такое осень? Это дождь утра. Паутинка слепая улетела летом. Стало холоднее. Стало холоднее и не влянет дном. Птицы в снег прощаются, к югу отправляются. И уже об осени песни мы поем. Молодцы. Желтой краской в сентябре рисовала осень. И по всюду. На земле. На земле листья разбросала. Хорошо. Несомненно, что работа с детьми требует особого отношения к ним. Это терпение, любовь и другие качества. Я об этом сама, знаете, очень часто думаю. Но я прихожу к мнению, что я бы другой профессии не выбрала бы. Мне очень интересно. Я с ними расту. Я постоянно реализовываю себя. Проблемы, которые возникают в жизни, остаются за порогом. И эти дети приносят только радость. Поэтому без любви, лучше не приходить в это учреждение. Вообще лучше не работать с детьми без любви. Первое – это любовь, которую ты даешь этому ребенку. Они вот это все чувствуют. И поэтому стараюсь все свои вот эти причины, которые возникают жизненные, убрать и принести только радость этим детям. Как и в любой другой профессии, в этой сфере также есть свои трудности. Всякие трудности бывают, конечно. Вот, например, сейчас бывают дети с ОВЗ. У нас вот с этой группой была мать глухонемой. Чтобы его вовлечь в коллектив, мы немало работы провели. Мы беседовали, даже с родителями беседу проводили, чтобы дома тоже говорили об этом ребенке, своему ребенку. Мы с детьми беседовали. Мы этого ребенка включали в игры, чтобы дети другие его любили. Эти дети очень полюбили этого мальчика, но его отвезли в специализированный сад, потому что для такого ребенка больше подход, специализированность в учебное заведение. Но эти дети часто спрашивали о Хусейне. Когда он к нам снова вернется? Вернется ли он? Он начал говорить или как? Ну, мы объяснили как. Его повезли туда, чтобы научить его разговаривать, чтобы точно такой же, как и вы были, мы объясняли. Поэтому дети и часто вспоминают до сих пор даже. Приятно, когда вот с прошлыми выпусками, которые, ну, выпускаешь детей, и после того, когда они встречают тебя на улице, которые подходят, спрашивают, обнимают, целуют и говорят, если бы была возможность, мы бы даже вернулись бы к вам. Это очень приятное ощущение. И мне кажется, в этот момент мы дали ту любовь, которая зависела от нас, на тот момент, когда они были тут, рядом с нами. Надеюсь, вот эти дети, которые в следующем году пойдут в школу, такое же мнение потом в дальнейшем будут иметь по отношению к нам. Нам интересно было узнать, как проходят занятия в детском саду. На занятиях с детьми у нас окружающий мир изучаем, познавательность, это математика, потом развитие речи, прививаем любовь к художественной литературе, инсценировки у нас проходят, сказки рассказываем, разные инновационные методы находим, пользуемся интернет-ресурсами, все педагоги. У нас очень хорошая интерактивная доска есть в садике, очень часто пользуемся все педагоги, которые тут работают в садике. Помогают также нам в реализации наших намерений, задач, которые мы ставим, наши методисты, заведующие. Если к любому воспитателю подойти, и у тебя какой-то вопрос возникает, может, по мере возможности, любой дого, который у нас в коллективе работает, поможет в создавшуюся ситуацию. Все дети не могут быть одинаковыми и воспринимать информацию, которую даешь на занятии. Поэтому мы видим, какой ребенок уже освоил ту тему, которую ты и подносишь сегодня на занятии. И видно, кому еще нужно дополнительное занятие. Для этого у нас на прогулках индивидуальные работы проводятся. Пока другие дети занимаются своими играми, ты уже индивидуально этого ребенка в этом плане помогаешь, освоить, добрать то, что он не допонял на занятии. Дышок, чиргум, кишечек, шерк, Жел friendship, заж the fale, thanks ap kita, Уер Advent, матem, заж the ужap, Желха, чашек, заж the шарк, Уер Advent, матem, Уерещ a HOWEV, Все дети, товарищи. Ну вот, дети, сегодня мы вспомнили стихи, которые вы учили на прошлых занятиях. Молодцы! Какое у нас сегодня занятие? О чем вы вспоминали на занятиях? О фруктах. О фруктах. О фруктах. Еще? О фруктах. Что еще вспоминаешь? Овощи. Овощи, фрукты. Что еще вспоминаешь? О осени. О приметах осени. Правильно. Видите, сколько красивого, хорошего нам приносит осень. Много фруктов, много овощей. Люди собирают свой урожай. Кукурузы, подсолнухи, да? Да. Вот, птички осенью собираются. А почему птички улетают? Потому что холодно. Холодно. Чтобы им выжить, им надо улететь в теплые края. Наступит весна, они снова к нам прилетят. И вопрос о планах на будущее. Планы на будущее, чтобы дети находить интересные инновационные методы и обучать инновационным методам этих детей, чтобы были более развитые, более смешленные, более активными. Девиз у России Табореевой – любить детей и воспитать их достойными людьми. Пожелаем же ей и далее придерживаться этих критериев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова